МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, 1 октября у нас истек срок на добровольное исполнение обязанности по уплате имущественных налогов физических лиц. Имущественные налоги физических лиц – это те налоги, которые платим непосредственно мы с вами, граждане, имеющие в собственности имущества, такие как квартира, дом, земля, машины. Данный вид налогов имеет большое значение для формирования доходной части бюджетов, как регионального, туда поступает транспортный налог, так и местных муниципальных бюджетов. Туда поступают налоги на имущество физических лиц, земельный налог. Хочется отметить, что в текущем году собираемость данного вида налогов у нас увеличилась на 21%. Это в первую очередь говорит о том, что такие результаты свидетельствуют о том, что налоговая культура, налоговая дисциплина граждан у нас ежегодно только повышается, что очень нами приветствуется. В то же время не все налогоплательщики своевременно исполняют установленную обязанность по уплате налогов. В первую очередь есть, конечно, те, которые всегда все откладывают на последний момент. Кто-то забыл. Это связано и с высокой мобильностью наших граждан, потому что у нас налоговые уведомления направляются, как правило, в летний период. Кто-то бывает в отпусках, кто-то не проживает по месту своей прописки. И поэтому многие своевременно не получают и не оплачивают налоги. Такие граждане, как правило, беспокоятся немного с опозданием. У нас вот уплачивают в октябре. В том числе вот в прошлом году у нас срок уплаты был в ноябре месяце. Многие посчитали, что и в этом году срок уплаты ноябрь. Нет, у нас первый год по стране установлен единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Это 1 октября, что, безусловно, удобно как и для налогоплательщиков, так и для администрирования налоговыми органами данного вида налогов. В настоящее время у нас значительная сумма неуплаченных налогов за 2014 год присутствует в задолженности. Основная, конечно, приходится на транспортный налог физических лиц. Мы сами видим, что у нас количество транспортных средств ежегодно только увеличивается. Машины у нас все хорошие, большие, мощные. Вот поэтому растет, как и поступление по данному виду налогов в хорошем темпе. Также, к сожалению, увеличивается и имеющаяся задолженность. Что грозит неплательщикам? Какие меры принимаются в отношении должников? Ну, в первую очередь, гражданам, которые не оплатили, получив налоговое уведомление, налоги, направляются требования. Требования, так же, как и налоговое уведомление, направляются у нас централизованно через подведомственную организацию, которая расположена в Нижнем Новгороде. Поэтому пусть не удивляются. Возникает очень много вопросов, когда плательщик получает письмо из Нижнего Новгорода, говорит о том, что у меня там нет ничего, ни имущества никакого, не проживал никогда, может быть, ни разу и не был. Вот все у нас массовые документы направляются сейчас именно через этот центр. В требовании, как правило, мы предлагаем не менее месяца на добровольную, напоминаем плательщику о имеющейся задолженности и предлагаем в срок не менее месяца уплатить этот долг, что может служить еще одним таким возможностью для плательщика для добровольного погашения до того, как мы уже пойдем в принудительное взыскание. Единственное, что в этом требовании уже указана сумма пения, которая выставляется на момент направления данного требования плательщика. за несвоевременную уплату налога. Это у нас установлено налоговым кодексом. Пения принимается в размере 1,03 ставки рефинансирования центрального банка. Поэтому налогоплательщики, которые задерживаются за своевременную уплату налога, несут еще и такое бремя. В дальнейшем, те, кто не исполняет уже наши требования направленные, мы начинаем принудительное взыскание задолженности в судебном порядке. Уже всем давно известно, что взыскание с физических лиц задолженность производится именно в судебном порядке. Что хочется отметить по текущему году. 15 сентября этого года у нас вступил в силу кодекс об административном судопроизводстве. Что меняется в этом случае, что изменилось у нас до вступления в силу этого кодекса? Взыскание у нас в судебном порядке задолженности физических лиц производилось в упрощенном, можно сказать, варианте, когда налоговый орган с заявлением обращался к мировым судьям без рассмотрения, без вызова сторон, в пятидневный срок. Мировой судья рассматривал такое заявление и выносил судебный приказ. В данном случае, сейчас после вступления в силу кодекса об административном судопроизводстве, у нас будут направляться административные исковые заявления и предусматривается этим кодексом уже судебное разбирательство. Что, конечно, усложняет данный процесс. Он всегда был непростой, потому что объемы, те, которые подпадают под взыскание судебное с физических лиц, они значительны, это трудоемкий процесс, поэтому хочется налогоплательщикам сказать, чтобы не затягивали, не дотягивали до такой стадии взыскания, потому что, ко всему прочему, еще, как озвучил Ксуми Пенни, еще придется заплатить и государственную пошлину за рассмотрение в судах данных заявлений. В дальнейшем взыскание уже по выданному судебному документу производится в службе судебных приставов в соответствии с законом об исполнительном производстве. Данные документы, когда при поступлении в налоговый орган, направляются уже непосредственно судебным приставам на взыскание. Сейчас в средствах массовой информации активно обсуждается возможность удержания налоговой задолженности и заработной платы. Прокомментируйте, пожалуйста, такой вариант развития событий. Да, дело в том, что такая мера у нас была установлена уже давно, она действует на основании 9-й статьи того же закона об исполнительном производстве, что взыскатель вправе направить исполнительный документ, судебный документ, на взыскание работодателю либо другой организации, которая выплачивает периодические платежи должнику, если сумма данного документа не превышает 25 тысяч. Поэтому налоговыми органами Рязанской области данная мера уже не первый год используется, направлялась и в 2013 году, и в 2014 году. Более тысячи судебных решений были направлены работодателям. Меры действенные, потому что удерживаются уже непосредственно из зарплаты у должника, и в этом году также мы продолжаем применять данную меру. Поэтому лучше, конечно, не дотягивать до такой уже тоже стадии, когда работодатель получает. Это неприятно и самому человеку, плюс удержание, да, из заработной платы. Также существует такая мера, как ограничение выезда должника за границу. Вот в каких случаях должник не уедет? Да, данная мера тоже давно уже используется и судебными приставами, и налоговыми органами, и Рязанской области. Действует она на основании статьи 64-й, того же закона об исполнительном производстве, по ходатайству взыскателя. Также, если у нас есть судебное решение суммы взыскания свыше 10 тысяч рублей, мы можем ходатайствовать о том, чтобы судебный пристав вынес постановление об ограничении права, о временном ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации. Хочется отметить, что по всем взыскиваемым задолженностям свыше 10 тысяч у нас налоговый орган направляет такие ходатайства в службу судебных приставов. Там, конечно, уже рассматривается и выносится постановление непосредственно по каждому должнику, смотрится каждый конкретный случай. Но у нас уже более, почти 600 ограничений по нашим таким ходатайствам в этом году уже вынесены. Спасибо вам за разъяснение ситуации. Я напоминаю телезрителям, что гостем нашей сегодняшней студии стала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Рязанской области Орловсова Юлия Владимировна. Мы прощаемся с вами, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова